Для многих мам тонус матки при беременности главный страх. Его опасность в том, что он может спровоцировать преждевременные роды. Однако это состояние может быть нормой. Различие между нормой и опасностью должен разъяснить врач. Если вспомнить анатомическое строение органов, то можно отметить, что матка имеет полое строение. По сути, орган выстелен несколькими слоями. Стоит учесть, что ее сокращение может быть вызвано чиханием, кашлем и другими внешними раздражителями. Матка состоит из трех слоев – наружной слизистой периметрии, средней мышечной миометрии и внутренняя слизистая оболочка эндометрии. В обычном состоянии матка расслаблена, что и является для нее нормальным состоянием. В сокращение она приходит в процессе родов. Если матка сократилась до родов, то говорят о том, что тонус матки повыше. Однако, если учитывать, что матка самостоятельно сокращается во время беременности перед родами, то паниковать по этому поводу не стоит. Это состояние длится короткое время и не доставляет неприятных ощущений. Если сокращение сохраняется всю беременность, то могут быть проблемы. Гипертонус матки может спровоцировать выкидыш, если тонус матки отмечен на ранних сроках и до преждевременных родов впоследствии. На первых сроках плодное яйцо может не прикрепиться к матке. Сокращения могут привести к гипоксии плода. Это происходит из-за того, что маточные мышцы пережимают сосуды пуповины и перекрывают доступ кислорода к плоду. Когда тонус матки повышается перед родами, то женщина ощущает ложные схватки. Они подготавливают матку к родам и не несут опасности для здоровья мамы и малыша. Повышение тонуса можно определить самостоятельно. Симптомы этого явления простые, и их поймет любая женщина. Они имеют незначительную разницу в зависимости от срока. На ранних сроках отмечается тяжесть внизу живота, тянущая боли, как во время менструации. Иногда они могут отдавать в поясницу. Во время второго и третьего триместра симптомы похожи, но к ним добавляется ощущение сжатия живота и жесткой матки. Иногда женщины отмечают наличие кровянистых выделений. Симптомы гипертонуса доставляют женщине много неприятных ощущений. Стоит иметь в виду, что повышение тонуса матки – это следствие проблемы, а не причина. Причин для повышения тонуса может быть несколько. Обычно повышенный тонус могут спровоцировать болезни органов малого таза, аборты, отклонения в строении матки. Другой причиной может стать сам малыш или большое количество околоплодной жидкости. Кроме того, к повышенному тонусу могут привести болезни печени, сердца и других систем. Плохой сон и сбои в работе эндокринной системы также могут провоцировать повышение тонуса матки. К плачевным последствиям может привести и нервозность во время беременности. Тонус матки отмечается врачом визуально или на УЗИ. Так, на компьютерном исследовании можно заметить сжатие задней или передней стенки, оно может быть первой или второй степени. Есть и техника, которая оценивает состояние мышц матки. Снизить тонус матки можно, если вовремя обратиться к доктору. Своевременное лечение поможет сохранить беременность. От женщины требуется тщательное соблюдение всех рекомендаций. Первое, что необходимо сделать будущей маме, это наладить режим отдыха и активности. Рекомендованы регулярные прогулки и умеренная физическая нагрузка. В некоторых случаях назначается постельный режим и исключение половой жизни. При необходимости женщину оформляют на стационар. Для создания психологического равновесия прописываются успокаивающие медикаменты и отвары. Так рекомендуется валерьяна и пустырник. Необходимо расслабление мышц. Для этого прописывают ножпу, магний-B6 или папавирин. При наличии кровянистых выделения прописывают кровоостанавливающие препараты. Это может быть дицион или этомзилат натрия. Если тонус матки отмечается на поздних сроках, то женщину кладут на сохранение. В больнице ей ставят капельницу с раствором магнезии. Дополнительно может быть назначено иглоукалывание, работа с психологом и витаминные комплексы. Если спазмы возникли внезапно, то рекомендуется выпить две таблетки ножпы и лечь. Сокращенная матка при беременности – это норма, в зависимости от сроков. Но высокий тонус матки при беременности – распространенная проблема в наше время. С ней можно справиться самостоятельно, если не нервничать и как следует отдыхать. Неприятные ощущения могут пройти сами, как только организм будет находиться в покое. В случае, если симптомы не проходят длительное время, необходимо обратиться к доктору.